Ну а жители Ставрополя реализацию программы «Городская среда» обсудили за чашкой чая. Компанию им составили депутаты Думы Краевого центра. Вкусные торты и пироги явно способствовали откровенной беседе. Удалось ли прийти к согласию по поводу настоящего и будущего городских дворов, знает Виктория Середа. Ничто так не сближает, как чай с вкусными пирогами. Это готовы подтвердить депутаты и жители Октябрьского района Ставрополя. Правда, место для чаепития выбрали не самое обычное – библиотеку. Тут, уверяют участники беседы, самая подходящая атмосфера. Тихо, по-домашнему уютно и можно непринужденно решать насущные вопросы. Понимаете, когда такая встреча, за столом вроде бы непринужденная обстановка, и люди, они не нужно записываться на прием. Они здесь выражают слова благодарности, в том числе они хотят высказать свое какое-то мнение. У нас демократия. Хочется поделиться какими-то своими наболевшими вопросами. Поэтому эта встреча очень нужна. Больше всего местных жителей волнуют неотремонтированные дороги, вопросы ЖКХ и отсутствие детских площадок. Собравшихся также заинтересовали результаты реализации проекта «Городская среда». Благодаря ему преобразились многие территории. Масштабное благоустройство ждет городские дворы и в следующем году. Что касается следующего года, как раз это является предметом осуждения нашей сегодняшней встречи. Какие мы в первую очередь объекты и адреса будем на них осуществлять эти работы, какие мы будем в следующем году. Проект рассчитан на пять лет. Вот до 2022 года нам нужно его активно отработать. Подметили и то, как важно повышать культуру молодежи, чтобы сохранить уже сделанное. Со всей окраины к нам приходят. У нас буквально все. Все спортивные площадки, хороший двор сейчас сделали один и второй. Но я вам хочу сказать, что у нас еще дети какие, они вандалы. Посмотрите, что осталось от новых площадок у нас. Решение проблем искали сообща. Не зря ведь встречу приурочили ко Дню народного единства. У нас такие встречи с жителями нашего района, Тябрьского, наших избирательных округов, они стали традиционными именно в формате чаепития. То есть, ну, здесь все делаем по-домашнему, по-доброму. Поэтому без галсту кого. Мне кажется, это максимально продуктивный формат. Он получился совершенно неофициальным. Решили приурочить это к Дню народного единства, потому что получилось обсудить сложившиеся проблемы и заодно поздравить друг друга с наступающим праздником. Пожалуй, в этот вечер за столом не осталось недовольных. Высказаться успел каждый участник чаепития. Без очередей, записей и официоза. Виктория Середа, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.